Привет, милашки! Вы на канале Kiotan Channel. Если ты еще не подписан, то милости прошу подписывайся на мой канал, у меня интересное видео. Также заходи в Instagram, там красивые фоточки. Сегодня я хочу показать вам макияж, который я использую, когда у меня мало времени на сборы, но хочется выглядеть просто эксклюзивно, идеально. Макияж очень прост в выполнении, но очень эффектный. Как всегда, начинаю свой макияж с тонального крема. У меня это матирующий тональный крем, достаточно плотный. Но чтобы макияж выглядел максимально естественно, наносим его мокрым спонжем. Обязательно используем консилер, чтобы выглядеть свежо. Обязательно припудриваю свой консилер, чтобы он никуда не убежал. Теперь придам лицу небольших отчетаний с помощью сухого корректора. Чтобы выглядеть свежо, обязательно добавляем немножко машек на яблочке и щетик. Обязательно растушеваем контуринг и румяна большой кисточкой, чтобы все сгладить. Карандашиком рисую брови и закрепляю их прозрачным гелем для бровей. Если хочешь, чтобы твой макияж продержался весь день, обязательно используем базу под тени. Теперь приступаем к макияжу. В чем заключается суть этого макияжа, который я для себя сама придумала. Может, конечно, кто-то это сделал уже до меня, но я до него дошла только сейчас. Я подбираю один единственный оттенок теней, который мне подходит под цвет в глаз, который подходит в складочку века и крашу им подвижное веко и складку века. То есть у нас монооттенок один. Я выбираю в основном или вот такой оттеночек, или что-то типа розоватого. В общем, вот такая палитра у меня, кроме темного, всегда присутствует в этих макияжах. Сегодня я, скорее всего, выберу вот этот темненький. Сейчас нанесу на подвижное веко и на складку века. Далее расскажу, что будем делать. Обязательно оформляем светом, оттенком, область под бровью, светом или кремовым по желанию. И растушевываем контур в дымку, чтобы не было четких границ. Те, кто не умеет рисовать стрелки или очень винивый, может взять дальше просто черную подводку или фломастер подводку и нарисовать любимые стрелочки. Можно также взять яркую какую-то подводку, тоже нарисовать стрелочки, но тут подбирайте подводку под ваши тени. Я же хочу, чтобы мой макияж и стрелки сочетались, поэтому я беру подходящую матовую помаду, которая, я думаю, что подойдет к этому макияжу, и ею нарисую небольшие стрелочки. Ну и, как всегда, завершаем макияж глаз тушью и сывороткой. Субтитры сделал DimaTorzok. Еще я решила добавить белый карандаш на нижнюю водную линию. Сегодня я хочу оставить акцент на глазах, поэтому губы оформляю нютовым карандашом. Вот и готов наш макияж. Мне кажется, он получился очень красивым и простым. В общем, на него можно потратить около 15 минут и не переживать, что вы будете выглядеть как-то не так. Такой макияж всегда будет уместен и подойдет на каждый день. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok